И днём президента встречали в Миасе. Владимир Путин провёл заседание Совбеза в ракетном центре имени Макеева. Там производят баллистические ракеты для подводных лодок. Вместе с президентом прилетел и министр обороны Сергей Шойгу. Стоит отметить, Владимир Путин в Миасе впервые, поэтому к его приезду здесь готовились особенно тщательно. Как узнал наш корреспондент Валентин Ефимов. Воют сирены, в колонии мчатся машины. Президентский кортеж следует в ракетный центр. Это едут министры и представители администрации президента. За маршрутом вип-гостей на остановках наблюдают зеваки. Достают мобильные и снимают короткие ролики. Ими делятся в соцсетях. В это время сотрудники ДПС отцепляют Машгородок. Припаркованные автомобили увозят эвакуаторы, пешеходы переходят дороги строго там, где есть светофоры. В преддверии визита первого лица страны Миасу добавили лоску. В городе сняли все рекламные баннеры, от листовок очистили столбы. Не остались без внимания и тротуары. Событие обязывает. Ведь Владимир Путин впервые посещает Миас. Внимание главы государства городу достаивался 200 лет назад. Тогда приезжал император Александр I. А это репетиция прилета в Миас главы государства. Для приема высокого гостя приготовили вертолетную площадку. Она находится на местном стадионе. Его заранее расчистили. За лопаты взялись спортсмены. Работа в две смены. Впрочем, это не все изменения, которые произошли со спортивным объектом за последнюю неделю. Подвели электричество для вертолетных площадок. Дополнительно было сделано освещение при подъезде от проспекта Макеева до самого стадиона. Но это освещение будет... оно останется. На стадионе уже приземлились федеральные чиновники. В том числе и министр обороны страны Сергей Шойгу. Вертолет с президентом сделал посадку на площадке государственного ракетного центра имени Макеева. Там проходит совещание. Обсуждают будущее оборонной промышленности страны. Все проходит за закрытыми дверями. Это секретный объект. Несмотря на некоторые трудности, связанные с передвижением по городу, настроение у жителей Миаса достаточно позитивное. Многие ждут от приезда главы государства улучшений в работе ГРЦ. Заказов даст ГРЦ, а отсюда весь город в Пугачи станет. Что-то изменится. Это обязательно. Ну, предприятие хоть лучше себя почувствует. Потому что он что-то поможет, что-то скажет, организует. Ну, в общем, он умеет это делать. Значит, наш город значимый стал. Значит, наши предприятия возрождаются. Это радует, что у людей будет работа, зарплата. Может улучшиться, как и 200 лет назад, после визита императора Александра Первого. Тогда он посетил один из золотоносных приисков. И развитие получили несколько заводов в горнозаводской зоне. Сегодня новый оборонзаказ, скорее всего, получит и ракетный центр имени Макеева. Сейчас его конструкторы работают над созданием новейшей ядерной ракеты «Сармат». Валентина Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС.